Добрый день! В студии Борис Штерн в эфире 9 канала программы Еврейская энциклопедия. Сегодня в рамках подготовки к празднику Песах мы отправимся с вами на настоящее застолье. Вы уже поняли, тема программы сегодня Седер Песах и его законы. Пасхальное застолье Седер это особая трапеза, в ходе которой мы исполняем несколько заповедей Торы. Название Седер в переводе с иврита означает порядок. И действительно вся трапеза проходит в определенной выверенной последовательности, с чередованием ритуалов и чтением установленных молитв. Проводится она вечером с наступлением праздника. Для того, чтобы понять, что это такое, мы отправимся на настоящий мастер-класс к признанному авторитету Равину Глуховскому, который живет в Риховоте. Он знает о правилах проведения Пасхального Седера все и даже больше. Ну а то, чему будем учиться на мастер-классе Рава Глуховского, опробуем на практике в культовом тель-авивском ресторане «Шалот». Создал его Михаил Амаев. Он и его жена Рахель поделятся с нами знаниями о кулинарной составляющей праздника. И не только. Меньше всего лично я вкладываю в праздник Песах вкусную еду и чревоугодие. Хотя, наверное, на Песах мы готовим больше, чем на другие праздники. Мы готовим кучу еды для того, чтобы каждый прием пищи, каждый кусочек еды, который ты принял, символизировал выход из рабства, свободу, ощущение радости, свободы. С одной стороны, у меня дедушка Коин, с другой стороны, очень древний-древний род, который из Шамахи в свое время бежал. И мой прадедушка, я помню это с детства, как только себя помню, да? Он читал о году на иврите за столом. И все это у нас, мы так готовились к этому празднику. Благодаря тому, что эта традиция из года в год сохранилась в наш народ. Чудесные слова. Но вернемся к раввину, менахам Мендалу Глуховскому. Итак, мастер-класс. В Песах, мы кормим мастер. Это что мы кормили, когда мы приехали из Медзрая. И мы кормим три мастер. Почему три? Потому что у нас есть три стены, три категории. Коин, Леви и Иисусал. И вот, в этом мапе, у нас действительно есть три стены. И мы берем мастер вовнутрь. И вот, мы сейчас берем мастер. Это Иисусал. Мы берем это вниз. В Медзре, мы берем мастер. Коин, клеем мастер. И дальше, мы берем мастер. Коин, на мапе. И здесь, мы берем басар целом. И мы берем канав. Афлигала. Есть с ним Агургала. И мы делаем это, это целью. Это зекр для Битта Макдаш. Когда у нас был Битта Макдаш, храм, у нас был Курбан Песох. Потому что в Лейл Песох, в Митраем, мы делали Кабас, Целью, Курбан Песох, и мы забываем это. И мы делаем это здесь, вверх, 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 вверх. После этого мы делаем это Битта, и мы также делаем это, вверх, вверх. Почему мы делаем Битта? Битта, когда вы обошел ее, Битта метбошелит, и он будет более сложным. В Митраем, мы делали много разумных, они обошли от нас. Но это делали нам более сложным. После этого мы делаем Мерор, Хаса, Салат. Салат, Тошнит. Салат, Иблдик. В начале, Канилизм. Вначале было в Митраем. В начале было в порядке. Мы начали в порядке. Мы приехали из Митраем, и все было в порядке. Но, вверх, они уехали от нас, и все было в порядке. И мы делаем это в порядке. И, вместе с этим, есть у нас еще один вид Мерор. Это Хрин. Хазерет. Мы гердим его. Он хранит, и мы делаем это вместе с Мерор. И, consequently, берем карус. это делаем, мы занимаемся туда. Мегузин. 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 И . И мы снимаем это Carol. Это символ. Это Захар Батит. В Митраем, мы ago gaveiz, много во enrollе. Цемент. Мы делаем это. Это мы вообщеируем. Мы build и работаем это. И во что посмотрите, Потом мы берем тапух, картошки, цибол, лук, бацал или бульба. Мы берем тапух, или тапух, или тапух, или тапух, или тапух, или тапух. Мы берем тапух, или тапух, или тапух. В Египте было очень тяжело. Мы берем еще раз, внизу, в Матсот, здесь. Еще раз берем тапух. Мы берем тапух, или тапух, или тапух, или тапух. Матсот. Центральное место в Седере занимает чтение Агады. Именно таким образом исполняется заповедное воспоминание о выходе из Египта. Текст, читаемый в Агаде, одинаков практически во всех еврейских общинах. По структуре это чередование текстов из Торы с пояснениями из Талмуда и Медрашей. Агада состоит из рассказа о самом выходе из Египта, египетском рабстве, освобождении и событиях, которые сопровождали исход. Плюс в самом тексте упомянуты три конкретные заповеди первой ночи Песаха. Речь идет о пасхальной жертве Маце и Мароне. Упоминание о них является обязательной частью Седера. Согласно мнению раби Гамлиэля, тот, кто не упомянул об этих трех блюдах и не разъяснил их символический смысл, не исполнил своего долга. Топ-3 слова пасхального Седера – Маца, Марор и Песах. Что такое Песах? Песах – это пасхальная жертва. Со временем этим словом начали называть весь праздник. Но если мы посмотрим на упоминание в Торе, праздник называется праздником Мацы, а Песах – это пасхальная жертва. Второе – Маца – хлеб бедности или хлеб скромности. Тот продукт, в котором конечный объем практически равен объему ингредиентов. Мы едим Мацу на Седере два раза. Первый раз – в память о том, как наши предки еще до исхода испекли Мацу и съели ее с пасхальной жертвой. А второй раз – в память о тесте, который они замешали, но не успели испечь. А когда пришли в Рамсес, вдруг обнаружили – тесто не взошло, вот как та самая Маца. Похоже, что в мире были нарушены физические процессы, и за то долгое время тесто не успело взойти. То самое тесто, которое обычно за 18 минут уже превращается в Хамец. Третье – это Марор – горькие травы, салат и хрен. Их едят вместе с Мацой, а во времена храма их ели вместе с пасхальной жертвой. Это такая пасхальная шаурма, если хотите. Мы едим в память о горечи рабства для того, чтобы не забывать и напомнить себе, что быть рабом – это горько, хотя поначалу может показаться сладко. Сегодня праздничные столы израильтян и евреев в других странах украшены самой дорогой, самой ценной посудой. Для евреев это, пожалуй, главный праздник. Мы делаем, когда мы едим в львах, салат и других вещей. Мы едим с педушкой. Мы берем педушкой так, и когда мы едим, мы едим в львах. Так мы едим. Как молот, как царь. Фрей, свобода, шухрар – это львах. Мы едим в львах. Это львах. Это львах. Мы едим в львах. Мы едим в львах. Это львах. Это львах. Это зехр ж rich. For стаггер. Мы едим в львах. Мы улег очень много. И теперь у нас есть праздник. У нас есть праздник. У нас есть праздник. Мы называем праздник. У нас есть праздник. Все действия за столом строго регламентированы, а начинается все с кедуша, освящения вина. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Как известно, Всевышний послал за это на египтян 10 казней. И в память о каждой из них, прежде чем выпить второй бокал, принято выливать понемногу вина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 что жить можно иначе, лучше. Такому человеку тяжело сделать разворот. Массажа, наоборот, это тонкий хлеб и плотный хлеб. И она символ людей, которые не мнят о себе больше, чем есть на самом деле. И эта скромность в определенном смысле позволяет им быть способными к тому, чтобы измениться к лучшему и стать свободными людьми. Сегодня мы живем в свободном мире, но идеи свободы и рабства не перестали быть актуальными, потому что в отличие от тех времен, сегодня мы можем быть рабами привычек, устоев, каких-то нормативов, отношений общества к нам, отношений с друзьями. Иногда бывает так, что все те хорошие факторы и вещи в нашей жизни, как общество или как привычки, которые помогают нам легко делать хорошие дела, они мешают нам двигаться дальше. А процесс свободы — это процесс, постоянно продолжающийся. Такой, что если ты слишком долго застрял на определенном этапе, этот этап по сравнению с предыдущим был свободой, но на сегодняшний момент он становится снова рабством. Человек и человеческая жизнь подобны человеку, стоящему в реке с бурным течением. Если человек даже изо всех сил стоит, упираясь ногами в почву, он не заметит, как его отнесет назад. И только прилагая усилия, двигаясь вперед, ты получаешь шанс продвинуться дальше. На самом деле, если ты просто будешь идти против течения, то ты все равно останешься на своем месте. И только если ты изо всех сил и еще сильнее будешь двигаться вперед, тогда ты перейдешь к следующему шагу. Главная книга этого праздника — это «Пасхальная года». В ней будет рассказано и о Пасахе, и о Маце, и о Мароре. И читая эту книгу в первую ночь праздника, мы вместе выйдем из Египта и станем свободными евреями с высоко поднятой головой. Продолжение следует...